Доброе утро! Тимур Тимирзянов – один из лучших российских автогонщиков, мастер спорта международной категории. Его успех вдохновил многих начинающих спортсменов – трехкратный чемпион Европы по ралли-кроссу. В этом году Тимур Тимирзянов проводит сезон в ралли-кроссовом турнире, который впервые получил наивысший статус в автоспорте – чемпионат мира. Убежден, что столкновение с трудностями помогает работать над собой и самосовершенствоваться. В будущем, помимо спортивной карьеры, мечтает создать крепкую семью. Что важнее – состязаться или побеждать? Вы знаете, в любом состязании есть какая-то определенная цель. И цель, наверное, в автоспорте, как и в любом состязании – это победа. Когда ты выходишь как на ринг, так и на гоночной трассе, есть один победитель. И все стремятся к одной цели. Поэтому для нас состязание – это процесс, в котором мы участвуем. А главное – это победа. А вот свою первую победу вы помните? Да, это было в далеком 2006 году. Это было зимнее соревнование. Как раз мне тогда еще было только 18-19 лет. Первый сезон моей зимней трековой гонки в чемпионате Татарстана. И на третьем этапе победа, скажем так, далась мне нелегко. Потому что мне пришлось подготавливать свой автомобиль и в то время пришлось самому работать над колесами, чтобы был какой-то результат. Поэтому это, наверное, была такая первая моя победа в большом спорте. А какие эмоции тогда переполняли? А вы знаете, в то время, скажем, это сложно воспринять, потому что мы молодой организм. Мы были все в процессе гонки. И так получилось, что победа досталась не то, что легко. То есть, естественно, с боем, но подготовка дала себе знать. Поэтому долго-долго не мог в себя поверить, понять. Потом продолжилось. Это зимние соревнования одни из самых моих любимых. Потому что это другой адреналин, это другие скоростя, это другой стиль вождения. Поэтому из гонки в гонку у меня все больше и больше приходил этот кураж. И я просто радовался этому, что я нахожусь в этом спорте. А если мы заговорили о победах, какую победу вы считаете самой главной в своей жизни на данном этапе карьеры? Знаете, самая главная победа, она, наверное, каждая победа дает тебе о себе знать. Потому что любое достижение, она не только... Ты стремишься к тому, что, попробовав раз, ты стремишься к этой победе всегда. Да. Бывают периоды, когда бывают сбои, сходы, бывает плохое настроение у пилотов. И не можешь сконцентрироваться на езде. Но победа, скажем так, победа, это та, когда ты расслаблен, когда ты в айфории. Скажу так, она самая, наверное, приятная и самая запоминающаяся. Это была победа в 2010 году в Польше. Здорово. Ну, о победах и достижениях немного позже, раз уж мы встретились за чашечкой утреннего кофе. Хочу спросить, как начинает свое утро трехкратный чемпион Европы по ралли-кроссу? Ну, знаете, наверное, каждый россиянин начинает свое утро, может быть, раньше меня. Потому что я стараюсь находиться в европейском графике, у меня плюс два часа. То есть, это, скажем так, часов в девять просыпаюсь, когда нужно сделать какие-то дела, естественно, раньше. Вообще, я сам по себе, я, наверное, жаворнок. Люблю рано вставать. Для меня отъезд, наверное, каждый раз, когда мне надо куда-то участвовать на соревнования, приходится вставать в 4, в 4, в 3, в 5 утра, чтобы успеть на самолет. Для меня, наверное, это самое такое подходящее время. Как я понял, с годами выработанный момент, понимая то, что это время для меня гораздо приятнее и лучше. Потому что я еду к своему самому любимому занятию, навстречу, скажем так, соревнования, новым приключениям. Вообще, в принципе, утро проходит спокойно. В основном все тренировочные мероприятия проходят после обеда. Это как, скажем так, тренировки активные какие-то виды спорта. Либо, если есть желание, скажем так, можно сходить куда-нибудь в спортзал, но в основном все это активно. А если говорить об идеальном утре, какое оно должно быть и при каких обстоятельствах может сложиться идеальное утро для вас? Знаете, утро – это, наверное, идеальное утро для человека, оно заключается, скажем так, во-первых, в настроении, эмоциональном плане. Потому что, когда ты встаешь с утра, когда ты это сделаешь, ты понимаешь, что ты доволен всем, скажем так, ты проснулся. Да, возможно, тебе придется самому приготовить себе завтрак, как в моей ситуации. Я часто бываю, нахожусь, скажем так, живу вообще за городом с мамой, мама постоянно работает, и она раньше уезжает от меня. Нет времени такого, чтобы, в принципе, сам уже взрослый человек, который может на себя, скажем так, на себя только надеяться. И встаешь, да, чашечек чая, может, какие-нибудь сладости или еще что-нибудь на утро, редко, когда бывает полноценный завтрак. Вообще, в принципе, скажем так, немножко режим сбивается, когда бывает такое, что и спишь чуть подольше. Поэтому здесь надо все прекрасно воспринимать, понимать. И если ты хочешь что-то для тебя приготовить себе на завтрак, надо открыть с вечера холодильник и посмотреть, что там есть. Это начнем с этого, потому что, как бы, план должен быть изначально известен, порядок, график, потому что есть определенное время на подготовку на утреннюю, все, скажем так, по часам, по минутам, и ты должен понимать, сколько ты потратишь на свой завтрак. Здесь, скажем так, по-разному бывает. Иногда хочется поспать подольше, минут 5-10, там ущерб. И, естественно, все, потом дальше набегу, на ходу, быстро-быстро все перекусил, как не можешь, фрукты съел. То есть завтрак, в основном, бывает не такой полноценный. Вот если говорить о здоровом образе жизни, насколько он важен в автоспорте? Вот соблюдение именно здорового образа жизни? Он важен везде, потому что, во-первых, ты, скажем так, от образа жизни зависит, насколько это состояние твоего организма. Насколько ты утомлен, насколько ты готов, то есть насколько ты правильно выдержал свое питание, насколько ты, скажем так, готов к принятию, потому что бывает настолько жарко, как в сауне, в автомобиле. Насколько ты готов перенести всю эту ситуацию, потому что мы готовимся, мы готовимся заранее. То есть это употребление определенного количества воды, дополнительные минералы для тела, то есть вместе с водой некоторые пилоты употребляют, как бы некоторые нет. И все это подготовка, она идет изначально, скажем так, за несколько дней. Адаптация, потому что бывает такой момент, то что у нас соревнования в Англии, в следующей неделе у нас соревнования в Португалии, и температура совсем в Англии под ноль, в Португалии уже под 25. Поэтому, да, здесь, скажем, бывают очень резкие перепады, резкие переходы, смена времени суток. У нас был в этом году этап в Канаде, было вообще непонятно, что и где происходит, потому что было соревнование в один день, то есть мы утром встали, и уже как бы именно это был, наверное, третий-четвертый день, самый тяжелый день для адаптации, для временного периода. То есть очень сложно было подготовиться, потому что пришлось в России жить по американскому времени. Ну, результат был успешный, но после этого я мне хотел спать просто, наверное, сутки хотел спать. Ну, вот к здоровому образу жизни, режиму дня, на мой взгляд, вы, наверное, приучены с детства. Вот хотелось бы вернуться немножечко туда, заглянуть в прошлое, и вспомнить, каким был маленький Тимур Тимирзянов, о чем мечтал тогда, и каким вспоминаете свое детство? – Детство было веселым, потому что я был очень подвижным ребенком, и мы переехали с родителями, то есть с семьей, переехали в Казань, когда мне было 4 года. Сразу же, я не знаю, откуда она появилась, это идея, меня отдали в школу акробатики. С того момента у меня началось плодотворное занятие спортом, по 4 раза в неделю, это были только тренировки акробатики. То есть я постоянно, скажем так, мне приходилось даже в третьем классе переходить в другой класс, чтобы у меня была первая смена, как бы я обучился в первую смену, потому что в основном сильные тренера все, они были после обеда, и удобнее было заниматься после обеда, потому что с утра уже играешь, побиваешься, а как бы после обеда ты уже готов, ты отучился, потратил там, успел сделать пару уроков и поехал на тренировку. То есть 3-4 часа тренировка каждый день, ну каждый раз, точнее, не каждый день, каждый раз, 4 раза в неделю, в воскресенье еще чуть ли не 5 часов тренировка. А вот спорт, любовь к спорту кто прививал? Родители, мама больше, папа? У меня у отца педагогическое образование, скажем так, в плане, как физрук, то есть, видимо, он считал необходимым, чтобы сын занимался именно спортом, я благодарен ему за это, потому что действительно, как бы, воспитал он, и есть, скажем так, другие, не только в расписании или в графике, там, скажем так, или в образе, есть понятие образа жизни, к чему стремится каждый человек, я понимаю то, что я где-то могу дать себе слабинку, то, что я посплю подольше, но зато я не сделал других плохих вещей. И все это было заложено моим отцом, моей мамой, и я поэтому, как бы, благодарен им, потому что они никогда не давали, в принципе, отдыхать. Единственный момент был, это когда были какие-то определенные травмы, когда я уже не мог... Жалели. Да, жалели, естественно. После, наверное, после первой травмы мама уже, наверное, решила закончить любые спортивные действия, мероприятия, потому что была сложная реабилитация, было три месяца, в принципе, мы ходили просто по больницам, поэтому это было в пять... мне было пять лет, и мы, да, три месяца провели, чтобы привести меня в порядок. Вот в одном из ваших интервью я прочитала, что вас назвали в честь героя книги «Тимур и его команда». Это правда? Ну да. Это, в принципе, наверное, в то время это была, скажем так, очень... такой, наверное, был рассказ, который вдохновлял многих, поэтому решили... Вдохновило родителей. Вдохновило родителей, и решили сделать из меня очередного, скажем так, очередного «Тимура». А вот если школьные годы, например, вспомните, вы как отличником были, или все-таки бывало и приносили домой плохие оценки? Приносил я их часто. Как наказывали? Не стесняясь, наказывали. Ну, это было, в принципе, по-разному, скажем так. В основном давали, скажем так, подумать самому над всем этим, когда выставляли с портфелем на лестничную площадку, и там стоишь три-четыре часа, то есть, в принципе, думаешь о чем, о том, что ты сделал, и как... Есть некоторые сложности, которые заложены именно в человеке и в его характере, когда, не воспринимая преподавателя, мне сложно изучать этот предмет. То есть, если я не предрасположен к преподавателю, то предмет, в принципе, мне, как бы, неинтересен становится. Естественно, были двойки. Учился я, скажем так, не айс, а с третьего класса был троечником. Самое обидное то, что я как стокровный татарин, наверное, в трех поколениях, о которых я знаю. Я первой тройкой была по татарскому языку. А, ну, даже так. Поэтому здесь, как бы, да, у меня с татарскими на сегодняшний день такие же, в принципе, сложности, как и до этого, как и в школе. Проще мне было изучать английский язык. Ну, вернемся к спорту. 13 лет, если я не ошибаюсь, вы пришли в картинг. Вот как возникло желание? Как выбор пал на картинг именно? Это был момент, когда мне надо определяться, потому что, в принципе, акробатика, она не ведет... Это не олимпийский вид спорта, он не ведет куда-то, скажем, по карьерной лестнице. И семейный друг у меня занимался, я с ним по сегодняшний день общаемся, очень близкие друзья, одни из самых близких друзей мы. Он занимался в то время уже картингом, и так как я был парнем подвижным, и, в принципе, вообще был интерес к железу. Поэтому меня попросили, скажем так, я, наверное, согласился. То есть меня даже, можно сказать, уговаривали пойти в автомобильный картинг, потому что я как-то еще хотелось продолжить в акробатике, но в 12 лет я получил еще одну травму, после чего было сложно же восстановиться, были все другие сложности. Ну, с того момента я пошел, как раз в 12 лет я изучился, обучился картингу. Первый год я прошел обучение курса, и в 13 лет было первое мое соревнование. То есть я уже в 13 лет участвую. Это постепенно затягивало весь процесс. Процесс очень долгий и кропотливый, потому что работа над самим картом в то время уходили, скажем, если ты ездишь, 10 минут тренировки – это неделя сборки. Поэтому и тренировки были редко, и приходилось очень много работать, и над собой работать, потому что не только над машиной, но над собой, потому что любую деталь делаешь ты сам, как ты это сделаешь, и под такую же отдачу ты и получишь. Ну, а как появилось осознанное желание пойти в автоспорт? И не отговаривали ли близкие все-таки автоспорт? Ну, не сказать, что это очень безопасный вид спорта. Вы знаете, с переходом, как бы, с попытками, первое – адреналин – это увлечение любого, скажем так, парня. Они, в принципе, я думаю, многие ребята любят этот технический вид спорта, любят ездить за рулем, и им нравится все это. Плюс здесь скорость и адреналин. Естественно, ты отвечаешь за себя сам, одевая шлем, садясь в гоночный автомобиль, карты или куда угодно. Ты сам управляешь, в принципе, своим здоровьем, своей жизнью. И ты решаешь, когда тебе надо рисковать, а когда нет. Естественно, бывает, и оправданный, и неоправданный риск. Но все с этим согласны. Конечно, естественно, для мамы сложно. Сложно мне отдать, сложно поверить. Но она мне верит, доверяет. Поэтому в этой ситуации, скажем так, я чувствую себя свободным и делаю на трассе то, что я хочу. А вот если сегодня анализировать ваш карьерный путь, могу выделить такие качества, как целеустремленность, самодисциплина высокая. Вот эти качества, они заложены природой больше? Или же все-таки воспитание родителей? Или спорт вас так закалил? Характер? Ну, в один момент, это, естественно, основное стержень это дает родители, потому что они тебя воспитывают с детства. Они, скажем, не было такого, чтобы жесткого наставления, как диктовки, такой не было. То есть замечаешь, скажут, поправят, объяснят. То есть это всегда было, все проходило на уровне разговоров, объяснений. То есть бывали просто там коротко, скажем, накажут тебя, да, и потом ты сам все перерабатываешь, это все в голове, обдумываешь, что, как ты сделал неправильно, где, естественно, по большей части это всегда было известно, за что меня ругают, поэтому здесь не секрет. И с этим как бы родители, плюс спорт, потому что, я говорю, дисциплина в нашем спорте, каждый человек подходит по-своему. То есть у каждого свой выбор. Если ты хочешь развиваться и стремиться к чему-то, да, порой приходилось даже пропускать школу, чтобы побольше времени потратить на свое увлечение. Были пропуски занятий, но когда надо было, и в школе можно было догонять как бы этот результат, поэтому здесь, скажем так, все по настроению зависит. И воспитание, естественно, и в спорте, и родители. Это все в совокупе дало. Определило. Да, плюс свои, наверное, внутренние какие-то амбиции, которые хочется доказать самому себе, во-первых, наверное, всегда хочется доказать своим родителям то, что ты достойный сын, что у тебя есть цель в жизни, к которой ты хочешь прийти, и направлено идешь к ней. Ну вот мне, знаете, было еще интересно. У вас все-таки два высших образования, юридическое и экономическое. Вот как вы все успевали между двумя факультетами еще и на гонке? Ну, вы знаете, соревнования как раз-таки в тот период, когда я учился, они проходили зимой в основном. То есть у нас свободный был октябрь, ноябрь, декабрь. Естественно, январь, февраль в принципе не такие загруженные. В основном выходные и соревнования местного значения. В принципе, основная нагрузка ложилась на летний период. Именно, получается, вторая сессия и, скажем так, она часть начала учебного года. В принципе, в начале учебного года еще как-то можно что-то потерять, но в конце, во время сессии, скажем так, было сложновато. Были сложности. Я не говорю, что я учился на отлично. То есть, в принципе, времени, которое я затрачивал на учебу, не хватало, чтобы сдавать экзамены, чтобы сдавать, скажем так, зачеты. И хватало времени на спорт. Естественно, скажем, если это был бы какой-то физический вид спорта, я думаю, больше пришлось времени потратить на тренировки, на занятия. Здесь тренироваться гораздо сложнее. В автогонках у всего есть ресурс. То есть, пилот может и 24 часа ездить, машина столько не выдержит. Поэтому здесь ограниченное количество времени, которое ты можешь потратить на учебу до обеда. После обеда ты можешь поехать смотреть что-то по клубу, если что-то хочешь исправить в своем автомобиле. В принципе, времени было достаточно. В принципе, я думаю, если человек хочет добиться успеха, он этого сделает. Да. На ваш взгляд, кто может добиться успеха в автогонках? И что для этого успеха необходимо? Вы знаете, это, наверное, это уверенность человека и уверенность в самом себе. Плюс это дополнительно идет, скажем так, талант или навык. Потому что навык может прийти с тренировками, талант, он заложен изначально, есть он или нет. Сложно определить, потому что вид спорта, то есть он очень довольно-таки расширенный, автогонки. Есть много разных классов, категорий, где, скажем, ты можешь быть хорошим гонщиком, а где-то ты будешь лучшим. То есть это надо познавать, это надо понимать, это надо чувствовать свое внутреннее я, к чему ты стремишься, что ты хочешь увидеть. И, в принципе, здесь каждый зависит, каждый от себя. То есть хочет, продолжает. Бывает, у некоторых ребят опускаются руки, они разворачиваются и уходят. Потому что не видят, то есть у них нет вот этого стержня, нет вот этой цели. То есть они теряются, скажем так, за какую-то определенную задачу, которую они поставили перед собой. Сдаются и идут дальше. Ну, со своими задачами вы справлялись и, наверное, дошли до того, что сейчас я как раз хочу поговорить об очень интересном и важном этапе в вашей карьере. В этом году вы проводите непростой сезон в ралли-кроссовом турнире, который впервые получил наивысший статус. Это чемпионат мира. Вот немного об этом. Для нас это те же самые соревнования. Статус был поменен в начале года. Из того же чемпионата Европы они переквалифицировали, сделали чемпионат мира, добавили еще два континента. В Канаде мы побывали в следующий этап в Аргентине и мы как раз в конце ноября скорее всего, не скорее всего, уже планируем быть там. Все для этого сделано. Машина отправлена уже в Аргентину. В принципе, в плане спортсильного для пилота не поменялось ничего практически. То есть мы, у нас такое же количество времени мы проводим за рулем. Единственное, как для своих внутренних амбиций меняется, естественно, статус и значение соревнований. То есть титул чемпиона Европы у меня уже есть. Конечно, хотел стать чемпионом мира и попробовать себя в этом качестве. И были допущены небольшие, скажем так, допущены, что это, в принципе, мой личный выбор. И я сам решил. Поэтому перехислил на другой автомобиль в этом году по сравнению с позапрошлым и прошлым годом, когда я становился чемпионом на Citroёn. На сегодняшний день я еду на автомобиль Peugeot. Это частично другой конструкции автомобиль. Основная разница – это база, все остальное. В принципе, да, это сложно объяснить. Это более технические задачи. Но есть сложности, которые были, которые преследовали нас в течение всего сезона. На сегодняшний день мы показываем достаточно хороший результат. Единственное, последний этап в Турции сдал сбой. Понесли потери. То есть это первый этап моей карьеры, когда закончилось с минусом в зачете. С минусом 7 баллов. Это, в принципе, дает о себе знать и дает дополнительный толчок к следующему этапу подготовки. Тем не менее, будет некая мотивация доказать в первую очередь себе. Выигрывать всегда не получается. И это не так интересно, потому что пилот, который выигрывает, он чувствует себя слишком вольготно. Который сталкивается с какими-то сложностями. Это начинается работа над собой. Это начинается работа на усовершенствование себя к пилоту в основном. Потому что техника – это отдельная часть. И плюс надо подготовить пилота. Поэтому это дополнительные тренировки, это пробы, это тренировки на карте, мне попробовали формульные какие-то болиды, попробовали. То есть чисто для себя, для понимания. Ну и группа поддержки у вас всегда хорошая. Вот, например, на турецком этапе можно было там увидеть и спортсменов наших, татарстанских автогонщиков. Да, один из самых, наверное, для нас удобных этапов, потому что каждый день летает прямой самолет Казани-Стамбул. И трассы гоночные по сравнению с другими гоночными трассами в Европе находятся буквально в черте города. Поэтому было удобнее гораздо. Ребята прилетали и в субботу, и в пятницу с утра. То есть они могли посмотреть полноценный гоночный уикенд. Было приятно, скажем так, так жалко, что не получилось уделить им много внимания, потому что были заняты. И конфигурация трассы сделана так, что трибуны находятся на одной стороне, а падок находится совсем с другой стороны. И там долго, скажем так, идти пешком. Поэтому ребята в основном, они смотрели гонки. Я их видел только вечерами. Но было приятно, что ребята интересуются, им нравится этот вид спорта. То есть это зрелищный вид спорта, зрелищное занятие, скорость, адреналин, борьба, контактная борьба. Много столкновений. Ну, я думаю, они приехали и вас поддержать в том числе. Естественно, поддержка. То есть они все ехали, все предупреждали, что я... Тимур, мы будем. Да, помимо этого, то, что они хотели подиум увидеть, хотя бы подиум. Многие хотели увидеть победу, но так не получилось, не сложилось немножко. Изначально пошло. В следующий раз, вот говоря о чемпионате, вот атмосфера в команде какая? То, что команда Peugeot Hanson. Есть небольшие сложности, есть, скажем так, осложнения в плане того, что я сейчас основной мой конкурент и однокомандник, скажем так, это сын моего тренера, с которым я провел уже три сезона полноценных. Это уже будет четвертый год, когда я еду вместе с одной командой. Думаю, планирую, скажем так, поменять что-то в плане развития пилота на следующий год, потому что пора уже, наверное, уходить в другую команду и, получается, скажем так, сменить тренера, потому что сейчас на сегодняшний день уже как такого доверия и как тренерства уже нет, потому что, естественно, вы понимаете, то, что у нас, когда едет сын в команде, это сложно очень воспринимать, это даже, я уж не говорю о том, что они в чем-то виноваты или что-то делать не так, но это просто сложно поверить, довериться и поэтому лучше, я думаю, поменять немножко направление и пойти в другую команду, в которой уже на сегодняшний день душа лежит. Вот так вот. Ну и напоследок хотелось бы узнать, о чем сегодня мечтает Тимур Тимирзянов. Возможно, это какие-то профессиональные цели проехаться на болиде Формулы-1 или же это личные интересы, личные мечты, создать семью, например. Вот о чем мечтаете вы сегодня? Может, где-то я угадала? Да, вы, наверное, угадали. В принципе, по большей части то, что хочется уже как-то остановиться немножко и обзавестись семьей. Действительно, как бы возраст еще не такой большой, но все же таки иногда бывает задумываешься, что ты занимаешься таким видом спорта, а у тебя еще нет твоей частички на этом свете, поэтому хочется, скажем так, двух зайцев, конечно, сразу ты не убьешь, но не поймаешь. Вообще, в принципе, задумываешься, естественно, когда видишь, скажем так, своих друзей, которые уже семейные друзья, у кого уже семьи, дети, как они все этим радуются. Еще я сам не познал, и хочется это опознать. Во многом это счастье, иметь, скажем так, здорового ребенка, иметь хорошую жену, красивую, поэтому это, наверное, тот момент, который надо тоже испытать в жизни. Спорт – это приходящее, уходящее, скажем так, а с семьей, с ребенком ты должен прожить всю жизнь. Поэтому здесь немножко разные стереотипы, приоритеты, и в один прекрасный момент придется все-таки остановиться в спорте, поэтому, естественно, если на все же есть какие-то цели, достижения, пока молодой, есть амбиции, хочется попробовать себя в рамках чемпиона мира, переходить в какие-то другие виды спорта, я не планирую, даже в сфере гоночных, в автомобильном спорте, то есть, в принципе, менять категорию гонок я не планирую. Поэтому здесь, скажем так, мы посмотрим, что будет проходить, как будет пройдет следующий год, возможно, там пойдет и дальше. А так, в принципе, естественно, хотелось бы, наверное, что-то серьезное в жизни иметь. Ну, если чего-то очень сильно хотеть, это обязательно сбудется, я так считаю. И наше время подошло к концу. В первую очередь, хочу пожелать вам ярких эмоций в Аргентине. Спасибо большое. Чтобы все цели, которые вы перед собой сегодня ставите, они максимально реализовывались. И, как сегодня мы говорили в нашем интервью чуть ранее, я хочу, чтобы все ваши знакомые, ваши близкие, те люди, которых вы вдохновляете, всегда с гордостью говорили. Это Тимур и его команда. Спасибо вам большое. Спасибо, что встретили это утро с нами. Хорошего дня на ТБС. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok